Привет, друзья! С момента образования в 1949 году Китайская Народная Республика пользовалась всесторонней поддержкой Советского Союза. Доброжелательные отношения между странами стремительно развивались. Однако после смерти Сталина и прихода к власти Хрущева все изменилось. Китайские власти обвинили СССР в измене идеалам коммунизма и отношения ухудшились. Коммунистическая партия Китая требовала пересмотреть советско-китайские границы. Согласно Пекинского тракта 1860 года, граница проходила по правому берегу реки Амур и жители приграничных районов Китая не могли использовать реку в хозяйственных целях, хотя местным жителям никто не препятствовал в этом и китайцы спокойно ловили себе рыбу. Парижская мирная конференция 1919 года постановила, что границы между государствами, как правило, должны проходить посередине главного фарватера реки, за редким исключением. Советский Союз готов был пойти навстречу Китаю и в 1964 году между двумя странами начались консультации по вопросам границы. Однако в связи с идеологическими разногласиями переговоры закончились безрезультатно. Со стороны Китая на всем протяжении границы начались нарушения и провокации. Особо острой ситуация была в районе острова Даманский. Сам остров не имел никакого стратегического или аграрного значения, а во время паводков практически полностью уходил под воду. Его площадь составляла около 1 квадратного километра и находился он ближе к границе Китая. С начала 60-х годов в этом районе происходили постоянные нарушения государственной границы китайцами и советские пограничники всякий раз выдворяли нарушителей с территории СССР. Ситуация обострялась в зимний период, когда река покрывалась толстым льдом и перейти границу ставало куда легче. При этом руководство Советского Союза, чтобы не спровоцировать конфликт, категорически запрещало пограничникам использовать против китайцев оружие. Так как часто дело доходило до драк, да и китайские нарушители по своей численности превышали численность усиленных пограничных патрулей, наши бойцы вооружились длинными палками, рогатиными, края которых затупили. И с помощью этих палок, не нарушая приказы из Москвы, в буквальном смысле выталкивали китайцев на свою территорию. В итоге ситуация на острове Даманске переросла в полноценный военный конфликт, основные действия которого происходили со 2 по 15 марта 1969 года. Китайцы численностью до 300 человек ночью скрытно заняли остров, а на следующий день расстреляли наших пограничников, прибывших на остров для выяснения обстоятельств. При этом группировка китайских войск у границы насчитывала 5000 человек. Китайцы обстреливали пограничников минометами и артиллерией, но Москва запрещала подразделениям развернутой вблизи границы 135-й мотострелковой дивизии вступать в конфликт, желая не выводить его за рамки пограничного. В критический момент командующий войсками дальневосточного военного округа генерал-полковник Лосик в нарушение указаний Москвы приказал открыть огонь из секретных на тот момент реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также совместно с пограничниками пойти в наступление 2-му батальону 199-го мотострелкового полка. Китайцы в буквальном смысле были выжжены с острова и заняли оборону на своей территории. Однако после проведенных переговоров 11 сентября 1969 года остров все же был занят китайскими войсками и только в 1991 году Даманский официально отошел КНР и был переименован в Джен Баодао. К счастью для всех, в марте 1969 года удалось предотвратить более глобальный военный конфликт двух ядерных держав. Кому понравилось видео, с вас лайк, подписка и комментарий, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!